Добрый день, мои верные, любимые друзья и подписчики, мои братья и сестры, мои родные и близкие. Я имею честь в этом видеоролике поделиться радостью познания божественного бытия не только древности, но и нынешнего времени. Меня зовут Елена, я ведущая программы «Проповеди по понедельникам». Это программа для тех, кто любит иметь собственное мнение на все, что он видит и слышит, и если он верит, то будет верить разумно, чтя Бога. Поэтому я предлагаю вместе со мной поразмышлять над проповедью нашего духовного наставника, богослова, пастора Святой Христианской Пресвитерианской Церкви, которая была прочитана по последней главе Бога Вдохновенной книги «12 завещаний патриархов», чтобы осознать в древнем мышлении божественность нашей современности. Эта проповедь, как и все другие проповеди, прочитанные на воскресном богослужении, строились по вопросам наших верующих, поэтому они имеют свою актуальность в наше время. В последней главе «12 завещаний патриархов» говорится о Вениамине. Вернее, Вениамин дает наставления своим сыновьям. Он в возрасте 25 лет собрал вокруг себя своих любимых сыновей, чтобы поделиться с ними своим жизненным опытом и завещать им жить в доброте и мире, исполняя Божьи заповеди. Вениамин был вторым сыном Якова и Рахиль, которая умерла при родах. Его старший брат Иосиф был братьями от других жен, родом в рабство, но не погиб. А по воле Бога он стал большим человеком в Египте, разгадал сон фараона, предсказал голод. И голод захватил всю, весь Ханаан, где жила его семья. И вот его отец Яков посылает своих сыновей в Египет, где были запасы хлеба. Вениамин был сразу узнан Иосифом. Иосиф узнал своего младшего брата, когда братья пришли к нему за помощью в Египет, где он уже был большим человеком. И он спросил у своего младшего брата, что сказали братья моему отцу, когда продали меня. И Вениамин ответил, вымазали они хитон твоей кровью и отослали его к отцу, говоря, узнай, сына ли твоего этот хитон. На что Иосиф сказал своему брату младшему, да, брат, ибо взяли меня из мейтяни, и один из них снял с меня хитон, дал мне какую-то одежду, ударил бичом и велел бежать, а сам спрятал одежду мою. Но встретился ему лев, и лев убил его. И те, кто был с ним, устрашились и продали меня другим людям. И не солгали твои братья отцу в словах своих. Ибо Иосиф желал скрыть от меня дела братьев, наших, которые были предательскими. И он позвал к себе братьев и сказал, не говорите отцу моему, что сделали вы мне, но так скажите, как я рассказал Вениамину, и да будут мысли ваши такими же, и да не дойдут слова эти до сердца отца моего. И наставлял Вениамин своих сыновей словами, «Любите вы Господа Бога небес и земли, храните заповеди Его, уподобляясь доброму и благочестивому мужу Иосифу, и да будут помыслы ваши добрыми, ибо имеющий правильные помыслы все правильно видит. Бойтесь Господа и любите ближнего, ибо тот, кто боится Господа и любит ближнего, не будет сражен духом нечистым, велиаровым, но защитит его страх Божий. И кознями людей или зверей не может он быть порабощен, но поможет ему любовь, которую имеет он к ближнему». И до смерти Якова не хотел Иосиф говорить о том, но Яков узнал от Господа, сказал ему, но и тогда отрицал Иосиф страшные дела своих братьев. И просил Иосиф отца нашего, говорит Вениамин, помолиться за братьев моих, дабы не зачел им Господь грех тот злой, что совершили против него. И тогда отец мой, Яков, обнял его, целовал его, говоря, «Исполнилось на тебе пророчество небесное об Агнице Божьем и Спасителе мира, что безупречный предан будет за беззаконников, а безгрешный умрет за нечестивцев». «Если и недоброго желают ему, все же творящий добро побеждает зло, обороняемое Богом. Если кто славен, не завидует ему, если кто богат, не ревнует, если мужественен, кто хвалит его, мудрого хваль любит он, бедного жалеет, слабому сострадает, Бога славит, имеющего страх Божий, защищает он, любящему Господу, Господа помогает, отвергающего Всевышнего, наставляет он и обращает, и имеет благодать доброго духа, любить как душу свою. И тот, кто надменно хулит благочестивого мужа, раскается, ибо жалеет благочестивый хулителя и молчит. И если кто предаст праведника, то праведник будет молиться за него. Скажу вам по словам Енуха праведного и о недобрых делах ваших, говорит Вениамин, вернее пророчествует Вениамин своим сыновьям, ибо блудить станете вы блудом садомским, и не останется вас, кроме немногих. И вновь женщинами предадитесь распутству, и не будет вас царство Божие, ибо Господь-то час заберет его. Только в одном уделе вашем возникнет храм Божий, и будет последний славнее первого. И соберутся туда двенадцать колен, и все народы до той поры, когда пошлет Всевышний спасение своего посещением единородного пророка. И войдет он в первый храм, и там будет порогом Господь, и поднят на дерево, и разнесется, и раздерется завеса в храме, и перейдет Дух Божий к народам, словно огонь прольется, и, поднявшись из ада, зайдет он земли на небо. Эти пророчества были взяты в скобках. «И познал я», — говорит Вениамин, «сколь смирен будет Господь на земле, и сколь благословен на небе». Здесь не сказано «Господь», а сказано «Он», тот, который войдет в первый храм, и там будет порогом. И сказал им затем «Знаете, дети мои, что я умираю? Творите же правду каждому, каждому ближнему своему, и закон Господа, и заповеди его храните, ибо оставляю вам это место, это вместо всякого наследства, и вы передайте детям вашим на владение вечное, ибо делали так Авраам, Исаак и Яков». И все это оставили они нам в наследство, сказав «Храните заповеди Бога до поры, когда откроет Господь спасение свое всем народам, и тогда узрите вы, Еноха, и Ноя, и Сима, и Авраама, и Исаака, и Якова, восставшими, одеснуя его в радости. Тогда и мы воскреснем, каждый в уделе власти своей, и преклонимся перед Царем Небесным на землю явившимся в обличии человеческом, смиренно, и те, кто уверуют в него на земле, возрадуются с ним». Последнее это предложение было взято в скобки. «И все воскреснут, одни для славы, другие для бесславия, и будет судить Господь первых Израиля за неправедность их, ибо не уверовали они в Бога, явившегося во плоти. После же будут судить он все народы, кое не уверовали в него, явившегося на землю. Если пребудете вы в святости, дети мои, и по заповедям Господним, то в твердой надежде будет вновь жить со мною и соберется пред Господом весь Израиль». «И не назовусь я более волком хищным, за хищность вашу, но работником Господним, пищу раздающим тем, кто творит добро, и восстанет в последние времена возлюбленный Господа от семени Иуды и Левия, творящие благословение уст его, знания новым, освящая все народы. Свет знания придет он к Израилю во спасение его и похитит у них, как волк, и отдаст собранию народов». «И записан будет он в книге святые и дело, и слово его, и будет он избранником, избранником Божьим до века». «И закончив речи свои, сказал Вениамин, «Завещаю вам, дети мои, вынесите кости мои из Египта и похороните меня в Хевроне рядом с отцами моими». «И умер Вениамин, будучи ста двадцати пяти лет, в старости прекрасной, и положили его в гроб». Когда мы прочитали это завещание, то меня охватило чувство бодрости, потому что «Благая везде» звучала здесь ярко. И я сказала пастору Абаю, «Ранее вы говорили, что книгу Даниила не взяли в канон евреев, потому что там пророчествовался Христос как Мессия, а здесь открыто говорится о приходе Иисуса Христа, Сына Бога». Пастор Абая говорит, что то, что написано в скобках, вызывает сомнение у ученых подлинности текста завещания, которое было в оригинале. Поэтому то, что в скобках, надо воспринимать как добавление переписчика этого устного предания. Но в этом завещании есть и открытые христианские мотивы, сказала я. Вот там, где мы читаем христианские мотивы без скобок, они более подлинные. Все равно, ведь евреи ждали Мессию, они жили этой идеей. В этом тексте завещания Вениамина четко вырисовывается образ Христа, который принял наказание за невиновного. Иосиф за братьев своих погибал, Бог его спас, но Иосиф не вменил им их злодеяния, а простил и спас от голода. Пастор Абай с этим согласился, что здесь есть мотив, который не был взят в скобках, и значит, он был основан на Библии. Это не намеренный христианский мотив, потому что книга завещаний 12 патриархов была написана задолго до христианства. И еще было такое мнение, что ни у кого из 12 патриархов не было ощущения, что жизнь заканчивается с их смертью, что они уходят без следа из жизни. Наоборот, видно было, что они умирают, уходят из жизни земной без сожаления, словно их ждет что-то более лучшее, и они умирают без уныния. И вот у нас, читающих это завещание, не создается ощущение прихода смертного часа, то есть нет траура. Пастор Абай говорит, патриархи умирают, они осознают свою смерть, они спокойны духом, потому что имеют уверенность в том, что их ожидает прекрасное будущее. И они эту уверенность передают сыновьям, которые должны похоронить кости вот Вениамина там-то, там-то, то есть кости, которые будут ждать воскресенье в жизнь с Господом вечную. Я могу сказать, что я когда готовила видео по предыдущей проповеди пастора Абая, которая была прочитана по завещанию Иосифа, меня поразил этот нереальный оптимизм умирающего. И в этом оптимизме было дыхание нового времени. Ведь обычно старики перед смертью говорят о своих подвигах, о своих достижениях, чтобы сыновья брали пример своих отцов. А здесь мы читаем, что патриархи открываются перед сыновьями, как на исповеди, свои грехи и их последствия. Да, говорит пастор Абай, что во всех завещаниях патриархов прослеживается такой общий мотив, приподнятое настроение. Они говорят о своей жизни, о плюсах и минусах, на основании этого дают и наставление своим сыновьям, чтобы их потомки не делали, не повторяли тех ошибок, которые делали их отцы, а наоборот приумножали то добро, которое было сделано ими, патриархами во славу Бога. Патриархи свидетельствуют своим сыновьям, что они осознали свои ошибки, прошли через те страдания, которые дал им пережить Бог, и принимая Божье наказание, как справедливое, искупляющее их от греха, совершенного ими, патриархи духовно выросли. в завещании сыновья патриархов уже знают путь, этот путь духовного взросления. То есть мы видим, что в этом завещании сыновья патриархов уже направлены отцами на путь духовного взросления, духовного взросления Божьего народа. И патриархи предупреждают своих потомков, пророчествуя о том, что каждое поколение Божьего народа будет совершать отступление от Божьих заповедей, но в то же время они говорят и о том, что в их власти будет избежать эти ошибки и исправить то, даже то, что натворили их предки. Вениамин говорит потом уже, что ваши ошибки будут настолько сильными, что вы все потеряете, но не теряйте надежду на приход Спасителя, который придет через Иоду и Левию. И все будет хорошо. Поэтому патриарх Вениамин наставляет своих потомков с уважением относиться к этим двум коленам Иуды и Левия. И в такой надежде на приход Спасителя патриархи умирают прекрасно, прекрасной смертью, даже, я бы сказала, спасительной смертью. Мы видим, что у умирающих и их потомков есть надежда, говорит пастор Абай, они смотрят на свою жизнь в надежде, в уверенности, что она будет прекрасна и для них, и для их будущих поколений. Мы видим единство между патриархами и их потомками, что говорит о единстве народа и объединяющая сила это вера во спасение, воскресение, что все поколения Божьего народа работают на одну копилку. Да, они отступают от Господа, страдают, умирают, но настанет время благодати, то есть умирающий не исчезнет. И его добрые дела, его жизненный опыт, он ценный для этой новой жизни. Поэтому патриархи, умирая, не жалеют своей земной жизни, а говорят, что они выполнили свой долг в этой жизни. То есть они прошли через все и сохранили веру. И перед смертью передают эстафету веры своим сыновьям, чтобы и они поступали так же и пополняли общее духовное богатство Божьего народа. Ибо это богатство вечное, которое не будет уничтожаться, а будет накапливаться. это идея воскресения, что все богатство, которое мы приобретаем, духовное богатство, которое мы приобретаем, наши добрые дела, наше развитие, духовное развитие, изменяющая личность, нашу личность, как верующих людей, исполнение в недобром мире заповеди любви, то есть эти те вечные ценности, которые не исчезают, а создают вечное богатство Божьего Царства, в котором по воскресенью нам предстоит жить в радости и в полноте Божьей любви и в мудрости созидать, участвовать в новых творениях, в Божьих творениях. И патриархи говорят своим сыновьям, что вы на земле пользуетесь этими богатствами, уже пользуетесь на земле и будете пользоваться ими после смерти по вашему воскресенью. Вот это обещано нам Богом. Такой оптимистический взгляд на наше будущее в Господе Иисусе. У нас христиане должно быть сожаление или отчаяние, что все потеряно, что смерть забирает нас из жизни. И слава Богу, мы провожали Рони, моего мужа, который служил миссионером в Бельгии, в этой идее, что и его ждет воскресенье, что при земной смерти нас ждет только потеря нашего грешного тела. которое нас постоянно искушает. Потеря жизни телесной, но все, что мы приобрели в вечности, нас ожидает вечной жизни и новое освященное Богом тело. И наша уверенность, что при втором пришествии Христа мы вновь будем жить в теле, но уже освященным, прекрасным, сильным и вечным. такой оптимистический взгляд двенадцати патриархов мы имеем тоже. Это и христианский взгляд. конечно, разлука с нашими любимыми сказывается, но эта глава для меня лично воодушевляет, меня воодушевляет. я, пережившая траву, разлуку, могу побеждать свое уныние христианской благой вестью. И пастор Аббай говорит, что каждое завещание патриархов можно рассматривать как отдельную проповедь. И проповедь это как ключ к пониманию Божьего слова для каждого поколения. Вот одному верующему из нас не понравилось, что Иосиф предлагает братьям соврать отцу о том, как что произошло, что они сделали с Иосифом, когда продали его в рабство. Ну, что это может быть как ложь во благо, но все равно это ложь, и притом Иосиф Вениамином восхваляется. Пастор Аббай говорил, что тему лжи мы уже разобирали на предыдущем богослужении. Здесь ложь служит доброй цели. И это считается нормальным и в Библии, и здесь тоже. И тогда наш верующий добавил, ну, Раскольников убивал старуху с той же благой целью, и пастор Аббай развернул эту тему понимания лжи во благо. Он начал с того, что понимание блага у людей бывает разное, и было такое мнение среди верующих, что благо есть благо для добра других. При этом сам Иосиф страдает. Он хочет законсервировать то зло, которое совершили его братья по отношению к нему, чтобы не было худших последствий, и чтобы отец не лишил его братьев благословений. Вот мы уже говорили, говорит пастор Абай, что Иосиф за то, чтобы преступление против него, которое совершили братья, осталось в тайне от отца, чтобы оно не имело последствий, чтобы с отцом ничего не случилось от этой правды, чтобы братьев как-то оправдать, он стоял до конца, то есть не говорил отцу о том, что с ним случилось. И в прошлый раз, говорит пастор Абай, мы рассматривали, что Иосиф, несмотря ни на что, думал хорошее о своих братьях, в убеждении, что нельзя думать плохое о братьях, надо молиться за них. И вот в юдаизме есть такое понимание родства. Это понимание родства принято, поэтому ложь в данном случае как бы уменьшает последствия греха. А вот идея Раскольникова не только не столько говорит о благе, сколько высмеивает либеральную экономику и ее побочные идеи. И пастор Абай предлагает нам вспомнить 19 век. Это век модерна и веры в науку. Тогда ум и человечество были заняты придумыванием такой экономической системы общества, которая бы устраивала все человечество и решала бы все проблемы человечества, когда все будут сыты, богаты, довольны жизнью. Но тогда эта идея открывала на земле рай, возможность рая на земле. и в это время, в 19 веке люди верили, что прогрессивная экономическая идея в этом поможет. И этика была отодвинута на задний план. Особенно американско-английский утилитаризм пропагандировал максимальные блага для максимального количества людей. по этой формуле процветания выпадает какое-то минимальное количество людей, которые будут не иметь этого блага и страдать от голода и холода. Зато большинство будет довольна жизнью и жить счастливо будет. Это уже хорошо, так как всех прокормить невозможно. Вот такой математический подход к решению проблемы общества не понравился Достоевскому и он думает о том минимальном количестве людей, которые не попали в круг благополучных граждан. Писатель думает о том, что стоит ли богатство всех людей слезы одного замученного ребенка. Эта мысль и прозвучала в его книге «Братья Карамазовы», говорит пастор Абай, «Братья Карамазовы», а у Раскольникова прозвучала идея утилитарная, что я убью одну старушку, зато сделаю счастливыми остальных людей, десяти людей. То есть это голый утилитаризм на практике. Утилитаризм говорил, зачем строить чисто экономические отношения и вмешивать при этом этику. Экономические отношения надо строить помимо этики, которая только будет мешать процветанию общества. И так экономически трудно прокормить народ, но если думать еще и об этике, о морали, то голодных будет больше. Вот уже две тысячи лет, говорит пастор Абай, христианство пытается накормить людей и не может накормить всех. А вот эта новая экономическая теория как бы всех не накормит, но большинство людей будут сытыми. Достоевский видел в этом изъян, что будет страдать таки малое количество ради высоких громких идей, ради блага, максимального блага. Поэтому благо в понимании Раскольникова это извращенное благо. Оно отличается от понимания блага в речах патриархов Вениамина и Иосифа. Есть такой ученый Сандал. В его лекциях говорится о теории утилитаризма следующее. Вот поезд идет на бешеной скорости и куда направить стрелку на развилке? Там, где стоит один человек и он же не успеет убежать или там, где несколько и они тоже не успеют обижать отмечающего на них поезда. И теория накормить большинство говорит, что в любом случае погибнут люди, поэтому надо повернуть стрелку туда, где стоит только один человек. Казалось бы, это будет разумным и даже гуманитарным решением. Но если этот человек будет вашим сыном? это крайние моменты, говорит пастор Абай, но они встречаются в реальности. Вот сейчас идет война, гибнут люди. И лидеры, ведущие войну, говорят своим народам, давайте вот потерпим вот столько-то людей, да, они погибнут, но они погибнут не зря, а ради нашего будущего блага. Вот это реальность войны. И Достоевский жалеет старушку, одного человека, которого задавят ради блага других людей. Чтобы показать этот изъян в этой новой современной теории, Достоевский создает образ Раскольникова, который готов убить всего одну бедную женщину старую, чтобы спасти десяти человек. И Раскольников, совершив преступление, только когда он совершил это преступление, он засомневался в правильности этой идеи. Пусть он не справился, но уже засомневался. Вот в первых рукописях Достоевского было отмечено, что надо вернуться к Евангелию. Вот он написал, что Раскольников шел-шел и встретил на своем пути Иисуса, но редактор ему сказал, что это мистика, что такую книгу никто читать не будет, что это отсталый вариант, потому что на дворе девятнадцатый век, когда религиозные ценности потеряны. И поэтому Достоевский сохранил Евангелие только в одном эпизоде, когда Сонечка и Раскольников читают Евангелие. Вениамин он получил от отца благословение волка. Ну, не очень приятное благословение. И Вениамин хочет убрать хищные качества волка и сделать себя делающим добро. Он говорит о трансформации из злого хищника в доброго. Это мы прочитали завещание. И в 12 завещании патриархов нет воинственной риторики, а есть мирная риторика творить добро, развиваться в добродетелях, развивать себе добродетели, избегать греха. Здесь есть заточенность именно на этике и морали. Этика в основном касается индивидуума. но есть то есть эта этика она проявляется в отношении к ближнему и как я проявляю это как человек то есть индивидуум проявляет эту этику в своих отношениях к ближнему и себе. Это этика. Что он считает правильным что считает неправильным то есть как говорит его совесть. Мораль это уже применение добрых отношений к обществу в котором индивидуум живет. Здесь показаны этические и моральные ценности. это мирные ценности. На войне будут уже другие ценности. Там ценится храбрость, человек хвалится убийством врага, в почете бесстрашия, мужества, готовность умереть за победу. И вот хищный волк это воинственная риторика, воинственный образ, а Вениамин его переделывает в мирный образ, в святой образ. Вот для меня лично здесь красной чертой в этой главе идет, что братья будут между собой ссориться и даже совершать преступления друг относительно друг другу, но они в конце своих дней будут проявлять любовь друг к другу. Если мы читаем практически с самого начала Библии, мы видим, что братья ссорятся Абель и Каин. Каин убивает Абеля из ревности. Они же братья. Иосифа продают кто? Братья. И вот через это идет старт к развитию перемирия между братьями. Блудного сына тоже можно принять старшим братом с любовью. Думаю, бы его принял старший брат с любовью, но он ведь не принимает, не может проявить блудному брату, потерявшему растративше все наследство, любовь. Не может. Это проблема. это выливается в непризнании и одного народа другим, что рождает ненависть одного народа к другому, что это было из века век. Обычно этот пример с Абелем и Каином, когда на меня как верующую наседают и говорят о войнах. Я говорю, это было, эти войны были. и пастор Абай говорит, что здесь прослеживается общечеловеческий масштаб. Действительно, заповедь Христа любви к ближнему является не зря самой наибольшей. Чтобы человек в свою жизнь приобрел этот навык, социальный навык любви к ближнему, значит, у нас уже есть смысл жизни, чтобы преодолеть вот эту зависть, когда мы не можем радоваться успехам ближнего, преодолеть и принять, приобрести навык любви к ближнему. На уровне народов записано в пророчествах Исаия, что люди перестанут делать оружие, и оружие будет переделано в орудие труда. Вот у нас есть, говорит пастор Абай, идеал будущего, когда все народы будут жить мирно, и все соседи будут жить мирно. Если это конечная цель человечества и это его предназначение, то есть промежуток от старта к финишу. Это время, когда мы должны за свою жизнь земную преодолеть искушение ненависти и вражды. Семья Якова, 12 сыновей это микромир, в котором человечество борется друг с другом, но оно созревает в конце всех пройденных дорог, которые проходят все человечество в своем взрослении, чтобы войти в мир вечный и по любви друг к другу. вот в этом мире зло не отомщено, здесь нет мести, оно прощено, и это будет моделью вечной жизни. В этом завещании 12 патриархов мы видим, как вся история человечества в муках, создающая модель вечной жизни, отражена в зрелости этой семьи. Израиля Якова. Яков был назван Богом Израилем, потому что он боролся за благословение отца, чтобы оно было признано. И вот его младший сын Вениамин предсказывает сыновьям прохождение пути искушений и говорит, что им надо, проходя этот путь, трансформироваться, изменяться в своей жизненной миссии национальной миссии выполнять заповедь любви к братьям. Это единственный выход. Изменяться или трансформироваться, побеждая зависть, ненависть, мстительность, любовь к ближнему и любовью к ближнему наполняться. То есть побеждать все эти порочные наши такие естественные человеку чувства побеждать любовью к ближнему. Святая Троица, говорит пастор Абай, святая община. Бог живет как община отца, сына и святого духа. Они живут в единстве и не воюют друг с другом, они служат друг другу и отдают друг другу все самое лучшее по любви по доброте по справедливости где один почитает другого выше себя вот эта небесная модель общения передана как идеал и мы можем становиться образом Божьим научившись жизнь по любви к ближнему то есть по заповеди любви это такая сильная вещь в которой раскрывается наше человеческое предназначение предназначение всего человечества и был вопрос к пастору Абай что подразумевается здесь под царствием Божьим люди пастор Абай говорит царствие Божье в этом завещании взято из межзаветного периода Вениамин не думал о царстве Божьем такого термина еще не было а все евреи понимали под царствием Божьим времена когда придет мессия который организует государство Израиль то есть они это царство понимали в политическом смысле верующий задавший вопрос говорит 9 глава 1 стих как он звучит скажу вам говорит Вениамин своим сыновьям по словам Еноха праведного и о недобрых делах ваших ибо блудить будете вы блудом содомским и не останется вас кроме немногих и вновь женщинами предадитесь распутству и не будет вас царствие Божие ибо Господь тотчас заберет его пастор Абай отвечает здесь видно сильное влияние греческой культуры то мы должны принимать что здесь имеется ввиду царствие Божие не в политическом смысле а в мыслях в сердцах в планах и всей жизни человека что это будет ускорять приход царствия Божия или отнимется царствие Божие у человека пастор Абай ну спросила я пастора Абая на нашем богослужении вот вы говорили о царствах Давида Соломона других проповедях что они являются прообразом Божьего царства на земле так как Бог жил среди народа в храме и что это царство будет отним тоже отнимется от потомков но это прообраз Божьего царства на небесах пастор Абай говорит царство Давида и Соломона было в политическом смысле и евреи его потеряли в момент Вавилонского изгнания царство было потеряно и евреи теперь ждали Мессию который должен был по их мнению восстановить это царство а в завещании патриархов говорится о царстве Божьем в мыслях это уже греческое понимание как духовность человека будет трансформироваться чтобы жить ему праведно чтобы из грешника превратиться в праведника или как мы можем приблизить царствие Божье чтобы кончились наши страдания и наступило время благодати вот вот это книга двенадцати завещаний она дает ответ согласно греческому мышлению древние греки пришли к выводу что если ты изменишь мысли свои то изменишься сам а когда ты изменишься сам то изменится и мир вокруг тебя у евреев был акцент на поступках на поступки праведном поступке если ты будешь жить по заповедям то изменишься ты и изменится твой мир в поступках они не думали так круто они говорили что если люди будут поступать по заповедям то наступит царствие Божье имеется ввиду в политическом смысле евреи думали практично Библия дает практическое понимание праведности а греки утверждали что если ты будешь правильно мыслить то твоя жизнь на практике станет лучше и будет улучшаться жизнь и вокруг тебя здесь делается акцент не на поступки а на мыслях человека поэтому во всех 12 главах завещаний повторяется что если вы научитесь праведно мыслить это обращаются патриархи к сыновьям и потом каких если у вас будут чистые мысли и не будет зависти то есть ваш внутренний мир будет праведен то тогда вы будете хорошо жить и делать добрые дела и царствие Божье приблизится к вам вот говорит пастор Абая допустим слово покаяние оно записано в новом завете как метание мета это через амия это ум то есть покаяние это перемена мысли но для нас как бы покаяние это слезы сожаления нет а по-гречески это перемена мысли когда ты прежде всего меняешь мысли а эмоции здесь ни при чем раньше ты думал что так жизнь устроена а теперь ты понимаешь что по-другому и ты принимаешь уже другие ценности которые угодны не тебе а Богу вот это покаяние в греческом понимании соответственно когда изменяются жизни и ты уже имеешь другие ценности то ты по-другому живешь у всех 12 патриархов прозвучала эта богословская идея что если ты изменил мысли то ты выиграл а если у тебя прежние мысли то что бы ты ни говорил как бы ты ни плакал и ни каялся ты остаешься грешным то есть непокаянный Вениамин поэтому и говорит что если царствие Божие вас то вы изменяете свое мышление по Божьим заповедям и живете по Божьим заповедям и ваши поступки корригируются вашими мыслями и вы живете уже в Божьем царстве сначала духовно но Богом обещано и Божье царство в политическом смысле когда не только ты один а и другие изменят свои мысли а если ты осознанно игнорируешь Божье повеление и заповеди то Божье царство в тебе нет и не надо обольщаться если ты совершил какой-то неосознанно хороший поступок это не значит что ты покаялся что ты рожден свыше вот это греческое понимание говорит пастор Абай как мы можем измениться измени свои мысли как мы можем изменить мир помоги и другим изменить свои мысли и осознанно принять не ценности грешного мира а ценности Божьего мира добра и любви Нагорная проповедь говорит пастор Абай дает акцент на эти духовные ценности любовь к ближнему в мыслях не грешить пятая глава Евангелия от Матфея как Иисус говорит так и Вениамин говорит в своем завещании сыновьям что ключ к изменению человека его путь к праведности это изменение его мышления мышления по Божьему по Божьему слову по Божьему наставлению если твои мысли моральные значит и жизнь твоя станет моральной а когда следом за тобой изменяются и мысли твоих ближних людей то идет исцеление всего общества потом с четвертого пятых веков христиане стали говорить что царствие Божье только в мыслях человека а больше нигде почему это случилось потому что первые три столетия христиане ждали прихода Божьего царства но так как оно не приходило а наступило Константинов в Константиновское царство когда римляне приняли христианство государственной религией то стало считаться что Божье царство уже пришло на землю тогда тех кто еще ждал прихода Божьего царства называли еретиками а тех кто верил что тысячелетнее Божье царство о котором писалось в Откровении уже наступило вот тогда и этого человека вот этих верующих то что наступило тысячелетнее Божье царство на земле поддерживало церковь как праведных но когда начались проблемы в христианском западном мире то они начались уже в политическом смысле как трение между императорами и церквью это было хорошо когда все страны объединились на западе когда они все верили единой христианской верой и жили этой верой и была одна нация нация христианская но приходят проблемы и эти проблемы изменили основное понимание царства Божия на то время что было у верующих и чтобы у верующих не настало разочарование отчаяние что каждый когда наступила вражда и какая вражда 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 между двумя диаспорами христианскими когда от католиков отделились протестанты которые хотели верить по Божьему Слову когда Библия стала открыта для народа и здесь пошла вражда вражда между протестантами и католиками которых католики не признавали как верующих христиан и а войны войны между христианами это же не то о чем говорил Иисус Христос это же ненависть это же убийство и у верующих людей накапливалось разочарование отчаяние и тогда им было предложено накачивать самих себя Царствие Божие внушать себе верою его духовной устои и так создавалась политически нейтральная идея о Царстве Божием то есть уже и не политическое в политическом смысле Царствие Божие а в духовном смысле Царствие Божие поэтому в основном церквях так и осталась эта идея что верующие должны внушать себе по вере мысленно или духовно что верующие находятся внутри Царствия Божия и политический аспект Царствия Божьего как-то был снят с повестки современности мы видим и Библии что говорится вернее мы читаем что говорится о столетнем о тысячелетнем Царствии Божьем когда придет Иисус во второй раз оно будет на земле и мы верим что скоро оно придет и что Иисус политически будет править миром мы в нем будем политически жить но это царство представлено только как политическая идея которая несет только политический аспект будущего Царствия Божьего для нас где будет править справедливость где будет торжествовать добрые отношения друг к другу одного народа к другому когда сатана не будет искушать человека порочными мыслями вот Иисус говорит на горной проповеди о моральном преображении царства как о моральном преображении людей в этом царстве но он не предлагал изменить своим современникам политику он не предлагал делать какие-то политические решения в плане римского государства Иисус говорил что если вы еврей начнете жить в любви друг к другу то тогда для вас и настанет царствие божье как это понимать спросили пастор абай если вы будете мыслить по божьим заповедям отвечал он на этот вопрос то божье царство станет не только вашей духовностью но и будет утверждаться в ваших отношениях с другими гражданами с вашими близкими родными с правительством вашей страны и уже в будущем это царство придет в политическом и мировом смысле но прежде оно должно прийти ваше мышление и ваши социальные отношения между собой так и с язычниками как и между собой так и с язычниками вот это такая весть Христа людям и пастор абая спросили получается что так как все люди будут телесными то им будет просто необходимо в царстве божьем и военная сила и пастор оба отвечаешь когда читаешь нагорную проповедь Иисуса по Матфею то создается идея христианского пацифизма потому что в этой проповеди делается упор на социальные отношения между братьями но если мы читаем евангелие от Луки когда к Иоанну крестителю приходят военные то Иисус не говорит им то есть не Иисус а Иоанн креститель не говорит им чтобы они бросали оружие чтобы они ушли перестали быть военными нет здесь говорится чтобы они по прежнему профессионально были военными но они не требовали больше положенного то есть не грабили побежденных а если бы он сказал им чтобы они бросали оружие то это было бы уклонением в сторону пацифизма Иоанн креститель принимает то что нужны войны чтобы в стране был порядок и чтобы сохранялся суверенитет страны поэтому проповедь Иисуса была не проповедью где была бы где шла бы речь о межгосударственных и государственных взаимоотношениях а речь идет о социальных отношениях в диаспоре что именно на уровне диаспоры должен быть пацифизм Иисус не рассматривает не рассматривает такие моменты и если тебя хотят убить или убить твоего ближнего такие вопросы он не рассматривает об отношениях на уровне государственных и межгосударственных говорит апостол Павел и апостол Петр в первом послании второй главы что всем государственным деятелям надо воздавать честь что государство от Бога и надо выполнять постановление государства и что государство имеет инструмент легитимного насилия то есть государство имеет право на насилие и если государство не будет иметь право на насилие то оно потеряет статус государства потому что люди этого грешного мира не будут слушаться никакой власти не исполнять никаких правил если власть не подкреплена силой, способной навести порядок в стране, и стране грозит без власти. Вот такой христианский подход открывает нам Иисус Христос к нашим государственным отношениям, к нашему государству. Все государственные законы в своей основе имеют принудительную силу. Если человек исполняет эти законы, то он может жить спокойно. Это относится к нам, к христианам. А если не исполняет, то к нему применяется принудительная сила. У государства есть армия и полиция, чтобы исполнялось законное насилие, что является частью и Божьего мироустройства на земле. Межгосударственные войны – это тоже часть мироустройства грешных людей. Но в идеальном царстве Бога не будет уже войн между народами, будет любовь процветать и справедливость. Когда христианство стало государственной религией, то все органы власти тоже были заняты верующими христианами, и порядок принуждения соблюдался христианами, занимающими государственные должности. Христиане вели войны и с другими народами, но потом они научились составлять договора и жить мирно. Это тоже очень сложный, но необходимый исторический процесс. В истории христианства XVI-XVII веков создаются протестантами военно-христианская доктрина, в основе которой лежит идея Кельвина, основоположника протестантизма. Так Франция была разделена на провинции. В каждой провинции были свои власти, магистратура. Если магистры принимали протестантизм, то они должны были защищать свою провинцию от нападения католиков. Если католики хотели насильственно вернуть людей, верующих Христа, как протестанты, в свои католические традиции. Но тогда магистры провинции должны были организовать армию из верующих протестантов, чтобы они могли защищать свободу вероисповедания своих жителей. Вот это большая очень тема, о которой мы говорим и в этой проповеди. Давайте поговорим. Говорит, предлагает пастор Абай. То есть происходит борьба между отдельными группами, которые объединены какими-то общественными идеями за свои права. И церковь учит морали, что надо прощать, что надо любить ближнего. Но уже в 17 веке общественное мнение склоняется к тому, что не надо путать мораль с правом. Что если человек нарушает закон, то его надо наказывать. Иначе не будет порядка в стране. Поэтому стыдить такого человека, что это не поможет. Не поможет стыдить его, что у тебя нет совести, нет добра, у тебя где твоя мораль. Почему? Это уже не поможет человеку даже исправиться. Он это уже не понимает. И в то же время нельзя прощать преступника, потому что мы верим в Христу. И что он говорит, преступник раскаивается. И теперь надо его простить, не наказывать. Нет. Это уже стало не цивилизованно. Потому что соблюдать государственные законы – это одна из заповедей Христа. И право граждан должно исполняться. Ибо в противном случае невозможны цивилизованные отношения между людьми и государством. Если мы друг с другом ссоримся, то гарантом того, что все разряжится справедливо, является закон. Мы идем на суд и слушаем закон, в исполнении которого власть привлекает и силовые легитимные структуры. Вот в церкви мы учимся жить по морали. Даже не по праву, по морали. Но все общество не может жить по морали, но оно может жить по праву. Когда общество было высокоморально, это было в средние века, то возможно было еще жить по законам совести. И это было в Европе. А в деревне, в глубинке люди живут скорее по морали, чем по законам. Потому что все друг друга знают, они почти все родственники друг к другу. Но в городе, когда все люди друг друга не знают, по морали людям жить трудно. Там люди друг друга не только не знают, у них нет никаких связей между собой. И они уже не стесняются делать то, что им самим хочется делать, принося вред другим. Поэтому в городе люди живут по законам государства, но ничего личного. И государство, оно вправе требовать исполнения единого закона для всех. Тем более, жить по закону необходимо на государственном уровне, где никто тоже друг друга не знает. И требовать морали друг от друга бесполезно. Никого никто не устыдится. И в праве, в праве нет субъективности. Все максимально оговорено, и все может решаться мирно по закону. Поэтому не надо друг друга читать проповеди, призывать к совести. Надо все решать на уровне закона. 17 век. Он зарегистрировал, что мораль христианских народов падает. Поэтому призывать к морали уже неэффективно. Надо жить по праву. И право становится культурной нормой общежития. Соответственно, и политика внутри государства, которая распределяет благо внутри общества. Ведь на всех благ-то не хватит. Можно всем подряд какой-то минимум раздать. Но людям, которые являются гордостью страны, чей труд приносит больше благ в казну, надо как-то выделять, поощрять их. Политика решает, кому больше дать прав или привилегий. Например, госслужащим, которые честно и хорошо служили государству. Они хоть и мало получают, но вот пенсия им выделяется как-то побольше. Также дается право получать пособия и более уязвимым слоям населения. Эти пособия идут из налогов, которые платят государства трудящиеся. Это не уровень права или морали, а уровень политики. А между государствами тоже оговариваются права и приоритеты. Это уже международная политика. Когда все страны Европы исповедовали веру по католическим традициям, то все страны были единой нацией, христианской. Поэтому Европа была централизована. Но когда появился протестантизм и началась религиозная война, католическая церковь воевала с протестантами, то Европа перестала быть единой христианской нацией, разделилась как бы на две нации по религиозному признаку, что означало постоянное военное противостояние. Поэтому после 30-летней войны европейцы поняли бесполезность этой войны и приняли Гиддельбергский мир и прекратили войны. И решили, если король католик, то и страна пусть будет католическая. Если король протестант, то и страна протестантская. Потом эти религиозные войны уже стали проходить внутри государства, когда народ не соглашался с религией короля. И они, когда народ отстаивал свои какие-то права, и вот чаще всего по религиозному принципу. И тогда был заключен между христианскими народами Европы Вестфальский мир, что каждое государство решало само, какую веру ему исповедовать, и что другие государства не должны вмешиваться во внутренние дела другого государства. Здесь пример того, как христиане воюют друг с другом, а потом находят общий язык и принимают миротворческое решение, заключают договора, чтобы не воевать. Христианство не приняло пацифизм. Пацифизм, он остался на уровне диаспоры, в церкви, в деревнях. И в деревнях это нормально, но на уровне большого города это пока невозможно, ибо это приведет без легитимного насилия к росту преступности и общественного хаоса. Но это был ответ на вопрос о пацифизме. Иисус лично не говорил, чтобы люди бросали военную профессию, что это плохо. Он не говорил, что давайте упраздним государство, устроим анаргизм. Нет, он не проповедовал пацифизм. Но идея суверенитета появилась впервые в Европе при подписании Вестфальского мира. Теперь Папа Римский не мог посылать войска, обосновав войну с протестантами. И идея христианского мира была потеряна. Потом войны были, но уже по другим причинам. Такой причиной была и национальная идея, чтобы возвысился один народ, одна нация на другой. Это конец XVIII и начало XIX веков. Также были войны, чтобы принести цивилизацию другим народам и так далее. Но каждый раз эти войны, которые происходили между христианами, заканчивались перемирием. И христиане учились договариваться между собой. Вот мы закончили книгу «12 завещаний патриархов Израиля». Мы увидели в этой книге есть не только устное предание евреев, как божьего народа, избранного Богом, записанного в межзаветный период, но и в иудейской вере мы встречаем много греческих идей. Эти идеи перешли в Новый Завет, в котором тоже прослеживается греческое влияние. И мы живем в такое время, когда существует много различных других идей. И получается, что мы, христиане, должны идти в ногу со временем и принимать идеи современности, но принимать не просто так, а осмысливать их с библейскими и христианскими идеями. Чтобы не дать современным идеям нас поглотить, ассимилировать. Это мы должны уметь эти идеи проверять через богословские знания и их ассимилировать в нашу веру, чтобы мы в нынешнее время несли христианскую весть, понятную людям. В этом мы должны взять пример у авторов книги «12 завещаний патриархов». Греческий переворот, который произошел в межзаветный период богословия, это то, что сердцевина человека – это ход его мыслей. Это современный подход к сущности человека, что если мы в мыслях примем мораль Иисуса Христа, то мы и в жизни будем поступать по Его заповеди. Современный мир очень информативен. Идет война за умы человека. Все наши социальные сети YouTube, WhatsApp, Facebook борются за наши мысли, чтобы мы мыслили определенным образом. Если мы будем мыслить так, как этого хотят социальные сети, то мы будем рабами тех, кто эти сети использует, чтобы нас увести от божественной благодати, чтобы в нас сеять ненависть, зависть и так далее, чтобы у нас не было своего мнения. Нам, христианам, очень важно не быть жертвой этого информационного воздействия, а научиться самостоятельно мыслить, как это делали авторы Завета 12 патриархов. Они смогли донести библейскую весть до нас. Они передали нам оптимизм вечности, что наш переход от греха к добру является вечной ценностью. Это будет нашим вкладом в устройство обновленной жизни наших детей и в их уверенности, что ни они, ни мы не исчезнем со своей смертью, а перейдем в вечность. Это уже на языке, на понятиях, на ценностях нашего времени, современного времени. То есть, если мы имеем эти идеи, если мы можем древние идеи одевать современные одежды, то мы духовно становимся взрослыми. И дай Бог и нам научиться быть самостоятельными, чтобы не потеряться в информационном поле современности, не быть им раздавленным, а сохранить свою христианскую идентичность. При этом быть открытым для всех средств медиа, информации. И через уже эту открытость говорить людям о Христе, о будущем, прекрасном будущем, которое обещано нам Богом. Богом мои братья и сестры.